Ударом в спину назвал атаку на российский Су-24 президент России Владимир Путин. По словам российского лидера, в Кремле относились к Турции как к дружественной стране. Самолет и его экипаж ничем ей не угрожали. Сегодня бомбардировщик Су-24 российских ВВС потерпел крушение в Сирии. По предварительным данным Министерства обороны России, пилотам удалось катапультироваться. По информации турецкого отделения Сейнен, один из летчиков погиб, второй в плену у сирийских туркменов. Турецкая сторона заявила, что Су-24 нарушил воздушное пространство Турции и был сбит самолетами Ф-16. По сообщению Анкары, пилот российского самолета за 5 минут получил 10 сообщений о нарушении. Минобороны России отмечают, что все время полета самолет находился исключительно на территории Сирии. Это зафиксировано объективными средствами контроля. Его сбили над Сирией ракеты «Воздух-воздух-ВВС» Турции в одном километре от границы. Упал аппарат в 4 километрах от турецкой территории. В ООН считают, что инцидент может осложнить ситуацию в борьбе с терроризмом в Сирии. А в этом заявил официальный представитель отделения организации в Женеве. Премьер-министр Турции Ахмед Давутоглу поручил Министерству иностранных дел страны провести консультации с НАТО, ООН и всеми заинтересованными сторонами по ситуации на границе Сирии. НАТО созывая сегодня внеочередное заседание на уровне послов в связи с инцидентом.